Дорогие друзья, ну а мы продолжаем присутствовать на прекрасном мероприятии, на балу холостяков. И сейчас я вас познакомлю с самым главным человеком этого бала, с хозяйкой этого бала, Вероника Толпекина. Здравствуйте. Добрый вечер. Как настроение? Хорошее настроение. И, наверное, я в своей речи вступительной скажу о том, что это, наверное, единственное и первое мероприятие, в которое я стремилась попасть именно в этот день. Я в предвкушении какого-то чуда, потому что на самом деле то, что мы сейчас здесь создаем, это нечто уникальное, и это некая сказка. И я очень благодарна всем гостям, которые пришли сюда и заморочились этими костюмами, и не пошли на поводу своей лени, прокрастинации, что негде найти фраг, негде найти это бальное платье. И они просто действительно пришли и поддержать, и повеселиться, и позабавить себя чем-то новым. Мне кажется, столица соскучилась по таким мероприятиям. Вероника, насколько мне известно, это не просто какой-то рядовой бал, а это событие, вытекающее из... Оно вытекает из моего проекта. Я автор трансформационного проекта для мужчин, называется проект «Холостяки». В рамках этого проекта есть очень много мероприятий. Ну, например, у нас в марте этого года прошел конкурс для мужчин, конкурс «Красоты и мужества», он назывался «Холостяки-2019». Затем в июле месяце прошел также конкурс «Аполлон года-2019», тоже конкурс «Красоты и мужества». Есть очень много промежуточных мероприятий для тех же мужчин, это разные мастер-классы, мальчишники, семинары, встречи, тренинги. Создан специально в рамках этого мероприятия мужской тренинг трансформационный, он называется «Мужские правила», тренинг личностного роста. И это одно из вот таких светских мероприятий, которые я решила устроить в рамках этого проекта. И это единственное мероприятие, куда интегрируются женщины. А почему вы решили именно для мужчин создать вот такой вот проект? Почему, допустим, не для женщин? А для женщин очень много и очень требует время сейчас именно для мужчин создавать нечто подобное, потому что для них ничего не создается. По каким причинам до этого не создавалось, полагаю, что просто не знали, не тянули, да и не хотели, в общем-то, наверное, было лень. А сейчас я поняла, что ниша пустует, и я решила эту нишу занять, и так получилось очень удачно и успешно. Хотя есть свои подводные камни, и создавать мероприятия для мужчин и проекты для мужчин, это, ну скажем, это особая история, это особый путь, и он совершенно не похож на мероприятия для женщин. Вероника, а что происходит с мужчинами в ходе вот этого проекта трансформационного? То есть есть какие-то изменения, которые на лицо видно? Ну, конечно, трансформационный проект трансформирует мужчин. Почему холостяки? Потому что я всегда говорю, женатым мужчинам неудобно сюда заходить, и вряд ли они зайдут, только потому что жене не понравится, и жене некомфортно, и жена, наверное, не позволит мужчине трансформироваться, потому что он может измениться, а, соответственно, что-то может измениться в их отношениях. Ну, страх, да? А вот холостяки, они в этом отношении свободны, открыты, и они как раз в первую очередь идут на то, чтобы что-то в себе изменить, потому что хотят чего-то достичь. Есть среди холостяков не только скучные, нудные и, как бы, люди ленивые, но и, наоборот, есть те, которые хотят добиться успеха. И очень многие холостые мужчины отмечают такой момент, что они добиваются успеха именно в тот момент, например, когда у них разваливается неудачный брак, они начинают двигаться вперед. Хотя с хорошей женой тоже мужчина может двигаться вперед, но, по всей видимости, общество наше надо воспитывать, и если с женой, как говорится, не повезло, то, значит, мужчина идет дальше сам. Ну, как минимум, мужчина обретает уверенность, мужчина обретает какие-то новые знания, возможности, он начинает их видеть. Это как минимум. Как максимум, после любого светского мероприятия, в котором, например, холостяк поучаствует, он становится, ну, скажем, не членом моей команды, но одним из тех холостяков, которые в дальнейшем посещают со мной мероприятия светские, и у них появляются новые знакомства, этот нетворкинг дает им новые возможности, возможности развития бизнеса, и... но это то, что лежит на поверхности. Но на самом деле идет более глубинная проработка. Я всегда рассказываю такую историю, что в жизни каждого мужчины, если он хочет добиться успеха, должна быть некомфортная женщина. Есть такая притча, когда молодой человек пришел к богатому олигарху и спросил, как мне выбрать жену себе? И он сказал, если ты хочешь добиться успеха, то не выбирай комфортную жену, выбирай ту, которая будет постоянно что-то от тебя требовать, постоянно будет чем-то недовольной и постоянно будет тебя куда-то двигать. С такой женой ты добьешься успеха. И если, скажем, у каких-то мужчин в статусе холостяков, ну, в какой-то степени нет такой женщины, или им не повезло, то пускай это хотя бы на время такой женщиной стану я. Потому что я очень некомфортна в этом отношении. И очень многие мужчины, которые заходят в проект «Холостяки», они не верят, что я не являюсь психологом. Ну, я действительно не психолог, я просто знаю, наверное, чувствую правильно, ощущаю, как необходимо замотивировать мужчину, чтобы он мог добиться успеха. Вероника, ну, на самом деле это очень здорово, что вы создали такой проект, потому что у нас действительно в обществе не хватает таких вот мужчин, мотивации у них не хватает. И как бы они в основном в своей массе обленились и не могут найти цель в основном. А вот ваш проект, я так понимаю, наоборот, как раз-таки помогает найти силы, найти мотивацию, чтобы идти дальше, идти вперед. Да, совершенно верно. Вы сами сказали, что наше общество страдает от мужчин целеустремленных, сильных, успешных, от отсутствия таких мужчин. Правильно? И действительно, мне хотелось бы, чтобы русское наше, российское общество, ну, как можно реже обращалось с таким эпитетом, что мужик обмельчал, и у них нет цели, они ленивые и так далее. Конечно, всегда будут те, кто будет лениться, всегда. Но всегда найдутся те, которые захотят чего-то в жизни достичь. Тогда милости просим в проект «Холостяки». Да, я вот сейчас даже подумала о том, что этот проект полезен, оказывается, не только для мужчин, но и для женщин, которые потом встретят этих мужчин, познакомятся с ними, и, возможно, там будет дальше какое-то продолжение. Вероник, большое-большое спасибо за организацию этого чудесного балла, за проект трансформационный для мужчин. И пожелайте, пожалуйста, что-то вашим подопечным, так скажем, участникам, мужчинам сегодняшнего балла. На самом деле, мне бы хотелось не только мужчинам пожелать, но и женщинам. Коль у нас сегодня бал «Холостяков» и приглашено столько много женщин, а в рамках этого балла «Холостяков» у нас проходит конкурс на короля и королеву балла, и у нас сегодня будут выступать не мужчины, а пары, которые создались специально для этого мероприятия. И мне хочется сказать, что сейчас происходит, наверное, создание истории, потому что это мероприятие, оно, наверное, первое такое в истории, не просто тематический бал, не просто светская тусовка, а не именно тематическая, реконструированная эпоха в рамках бала. Сейчас это пушкинская эпоха, следующий балл будет, возможно, с другой эпохой. И мне бы хотелось сказать, что сейчас каждый, кто сюда пришел, он творит своего рода чудо, сказку. Потому что даже то, что очень много людей пришло вот в этих пышных платьях, кринолинах, фафраках, мужчин не узнать просто, это галантные кавалеры, погружаешься в этот мир. И очень хочется, что они уже сейчас находятся в состоянии таком создавания, создающие люди. Они вот сейчас вот пришли и создают это событие. И мне бы очень хотелось, чтобы это событие, первое такое событие, запомнилось надолго. И чтобы это стало прекрасной традицией. И очень хотелось бы быть зачинательницей моды таких светских мероприятий нового формата. Прекрасно. Вероника, спасибо вам большое за все это. И мы желаем вам получить удовольствие от сегодняшнего вечера. И вам спасибо. Спасибо.